В эфире программа «Городские подробности». Все о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. В начале программы мы расскажем о главных темах, которым была посвящена еженедельная планюрка в мэрии Архангельска. А именно, новый отопительный сезон, культурный отдых горожан и помощь беженцам из Украины. В первую очередь участники совещания обсудили подготовку городских сетей к грядущему отопительному сезону. В штатном режиме идут работы как в жилфонде Архангельска, так и в учреждениях социальной сферы. На данный момент у нас специалисты ТГК-2 и специалисты ГОЖ постнадзора выходят на приемку образовательных учреждений. Те вопросы, которые возникают, решаются в рабочем порядке. Внимание участников планерки было обращено к Северному округу. Там начались работы по ремонту дороги на улице Кировской. А также при участии окружной администрации и поддержке мэра города Виктора Павленко был установлен памятник патриарху московскому и всея Руси Тихону. Не менее насыщенно прошли выходные в округе Варавино-Фактория, где при поддержке муниципалитета состоялся традиционный день рыбака. О проведенной работе в Майской горке мэру Архангельска доложил вновь назначенный глава округа. Покос травы, как я уже сообщал, мы завершили еще две недели назад. Вторую волну и покосы планируем начать с 25-28 июля. Не осталось в стороне и тема культуры отдыха горожан в общественных местах. Например, на набережной, где муниципалитет запретил торговать спиртным, у горожан появилась возможность активнее гулять и отдыхать с детьми. Полиция следит за порядком и нарушений здесь нет. А вот на рок-фестивале «Остров» сложилась иная ситуация. «Достаточно было много на этом фестивале «Остров». Увы, это выявлено людей, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным УВД по городу Архангельску составлено порядка 20 протоколов. Организационные такие меры и распорядительные меры мы примем, для того, чтобы определить и площадку, и условия там определить. Поэтому от этого мы не должны уходить, но должны быть на высоком организационном уровне. Это самое главное для нас, органов власти, чтобы там был порядок, и, конечно, не было распития спиртных напитков». Виктор Павленко также поручил взять на особый контроль помощь беженцам из Украины. Всего в регионе их более 500, большая часть в Архангельске. «Надо проанализировать, что у нас есть жилфонды в этом случае, и в случае необходимости людям, конечно, оказаться действия. Что касается школы, вы уже работаете, что касается детских садов, как бы сложного у нас не было обстановка, людям помочь необходимо. Поэтому эта задача, и никаких, так сказать, возражений не принимается». Также по предложению главы города сотрудники мэрии Архангельска перечислят дневной заработок в фонд помощи беженцам из Украины. В Архангельске открываются новые спортивные горизонты. Речь прежде всего о реконструкции стадиона в Северном округе и новом спортивном комплексе в Маймаксе. Ход работ на объектах проверил мэр Архангельска Виктор Павленко. Совсем скоро эта песчаная пустыня превратится в современное футбольное поле с искусственным покрытием. В прошлом году проект инициировал мэр Виктор Павленко. Уже проведены монтаж мачт освещения, дренажной системы и основания стадиона. Впереди не менее внушительный объем работ. Первое – это асфальтирование территории. Второе – это нанесение резинового покрытия. Третье – это монтаж спортивного оборудования. Четвертое – это монтаж футбольного поля. У технадзора есть какие-то замечания? Замечания все устраняются в ходе работ. Грубых нет? Грубых нет. Этот проект не имеет аналогов как в городе, так и в регионе. Площадь 20 тысяч квадратных метров, стоимость более 100 миллионов рублей при софинансировании из муниципального, областного и федерального бюджетов. Современные беговые дорожки, хоккейный корт и баскетбольная площадка – все это будет на стадионе. При этом муниципалитет выделил дополнительно более 4 миллионов рублей на капремонт трибун. Сегодня мы с администрацией области должны решить этот вопрос. Они проводят конкурс, оперативно поставить сюда искусственное покрытие и завершить месяц полностью стадион. Вот это главная задача, которая беспокоит. Вот на сегодняшний день, что касается подготовительных работ, компания, которая строительно работает, она проверенная, надежная, поэтому не вызывает профессионально никаких сомнений. Решают муниципалитеты вопросы развития спорта в другом округе – Маймаксанском. Этим летом спортшкола «Каскад» откроет там два зала – тренажерный и для занятий единоборствами. Когда-то в этих стенах располагалось профтехучилище. После закрытия объект пустовал, но по предложению мэра Виктора Павленко начались работы по обустройству спорткомплекса. На объекте необходимо сделать новую систему отопления, заменить окна. Отделка помещений завершена.